Именно в летний период активизируются разнообразные вирусные инфекции, которые способны буквально за несколько часов свалить человека с ног и выпить его из колеи на пару недель. К счастью, на страже нашего здоровья стоит иммунная система, которая защищает человека от вирусов, циркулирующих в природе. Но что делать, если собственный иммунитет подводят? В рамках программы «В контексте» поговорим об иммунопрофилактике. У нас в гостях главный врач детской поликлиники номер 2 Елена Владимировна Аверина. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Елена Владимировна, что же такое иммунопрофилактика и чем она регламентирована? Я думаю, что каждая мама нашего маленького пациента знает, что такое иммунопрофилактика, а чем она регламентирована. Это огромное количество приказов, в том числе и федеральный закон об иммунопрофилактике, который регламентирует все вопросы нашей вакцинопрофилактики, скажем так. Это, может быть, более понятно будет, если я скажу все-таки вакцина-профилактика. А, собственно говоря, вакцина-профилактика и иммунопрофилактика – это применение вакцин, которые созданы гениальными людьми, которые годами проверялись и которые применяются сейчас в нашей практике. Это воздействие путем введения в организм человека антигенов различных тех, которые естественны, те, которые существуют в природе. Например, это антигены кори, или это антигены ветряной оспы, или это антигены коклюша, дифтери, солдняка. И только путем введения в организм вот таких антигенов мы можем получить ответ, специфический иммунитет. То есть я хочу сказать, что как бы, насколько бы не говорили наши оппоненты о том, что сегодня нужно соблюдать гигиену, здоровое питание получать и все прочее, на самом деле получить специфический иммунный ответ без введения вакцин, либо без того, чтобы переболеть и не умереть, если повезет, то это невозможно. Поэтому мы выбираем тот путь, который позволяет нам ввести все-таки эти чужеродные антигены в организм человека, и используя вот эту природную естественную способность нашей иммунной системы вырабатывать антитела на специфические антигены. Таким образом получается специфический иммунитет, защита от многих и многих инфекционных заболеваний. Ведь сколько бы мы не закалялись, сколько бы мы не опускались в прорубь, но если этот человек, который прекрасно закален, прекрасно получает, прекрасное питание, но если он встречается с больным корью и не болел корью и никогда не был привит от кори, то вероятность заболевания у такого пациента 100%. Ну и летальный исход опять же. Да, да, летальные исходы опять же. Но сегодня вы коснулись такой темы, что мы должны поговорить о летнем периоде. Да, это, конечно, очень тема такая волнующая, особенно для медиков, потому что мы говорим о лете, мы говорим о поздравлении детей, о том, что наши дети отдыхают в санаториях, лагерях, и это такие большие организованные коллективы. А большие организованные коллективы способствуют тому, что дети контактируют между собой, но в то же время не только дети, но и взрослые. Причем из разных групп. Да, из разных групп возрастных, из разных регионов нашей большой страны. Поэтому вот особое внимание хотелось бы уделить вопросу иммунопрофилактики перед направлением детей в летние оздоровительные лагеря. Хотя этот период уже заканчивается, но тем не менее вопрос этот стоит остро, потому что мне непонятно ситуация, когда мама заведомо отказывается от вакцинации ребенка и со спокойным сердцем отправляет в лагерь. Что касается законодательной базы, то в законе о иммунопрофилактике сказано, что отстраняются дети от летнего оздоровления, либо от посещения школы или детского сада только в случае возникновения эпидемии. Слава богу, у нас нет эпидемии. Однако большая-большая угроза есть в том, что если непривитой ребенок не получил первичный комплекс от коклюша, дифтерии, столбняка, это всем известная вакцина АКДС, по возрасту это АДС и по более старшему возрасту это ДСМ. Многие мамы знают эти названия. И этот ребенок, если не получил такую защиту, он, конечно же, может быть инфицирован и не дай бог заболеть такой инфекцией, как столбняк. Поэтому, конечно, почему мы говорим о столбняке? Потому что активные игры в поле, активный отдых в лесу, активные игры, занятия спортом могут предполагать то, что может произойти какая-либо травма. Даже не очень большая, не обязательно говорить. Какие-то ссадины, порезы. Какие-то ссадины, порезы, да. И это очень-очень опасно, потому что мы все знаем, что возбудитель столбняка, это так называемая гластридиум тетани, она живет в почве. Вот эта палочка живет в почве в виде вегетативных спор. И когда она попадает в рану, она может находиться там длительное время, и инкубационный период может быть и до месяца. Потом эта палочка прорастает в вегетативную форму. И вот эта вегетативная форма может дать развитие страшному, тяжелейшему заболеванию с летальным, трагическим исходом. Поэтому хотелось бы предупредить, что не может быть никакого оправдания тем родителям, которые спокойно отправят ребенка в лагерь, если он не привит. Конечно, за этим следят медицинские работники. При приеме в лагерь обязательно проверяют наличие профилактических прививок. Но тем не менее, я считаю, что обязанность родителей все-таки следить за календарем и вовремя обращаться к медицинским работникам, чтобы ребенок был по возрасту привит. А что касается самой инфекции, вот хотелось бы еще остановиться на том, что действительно это тяжелая такая, ну скажем так, трагическая картина клиническая, когда вырабатывается в результате вот такого взаимодействия с микроорганизмом, микроорганизм вырабатывает теталоспазмин, такой, ну скажем, биологический яд, который нарушает работу нормальной функционированной нервной системы, постоянно идут неконтролируемые импульсы к мышцам, и пациент такой постоянно находится в тонических судорах. Многие, наверное, видели картинки, представляют себе, что это. Но тем не менее, это очень серьезное и опасное заболевание. И где-то процентов 50 инфицированных пациентов погибает. Поэтому летом особенное внимание вот именно к прививке против столбняка. А если же ребенок не привит и случилась какая-то травма, тогда необходима экстренная профилактика столбняка, которая обязательно проводится таким детям и взрослым. Экстренная профилактика столбняка включает в себя введение столбнячного токсина, ну и противостолбнячной сыворотки, которой, к сожалению, препарат достаточно сложно и тяжело переносится. Поэтому не стоит, наверное, обрекать ребенка на то, чтобы вводить ему в случае возникновения травмы такие, скажем так, непростые биологические препараты. Что касается других инфекций, ну скажем, слава богу, у нас не регистрируется случай дифтерии сейчас, у нас не регистрируется случай полиомелита, но тем не менее мы знаем, что в любой момент могут быть из других регионов завезены такие инфекции, в том числе и корь, который регистрируется в некоторых городах материковой части России. Если ребенок не приедет от кори, и он едет в лагерь, он едет в санаторий, ведь у него есть много возможностей контактировать с другими детьми, естественно, какой-то ребенок может приехать в инкубационном периоде, когда еще клинические проявления отсутствуют, и есть риск инфицирования. А ведь мы все знаем, что вакцинация от кори, ну скажем так, один случай на миллион инъекций, прививки вызывает какие-либо осложнения. А если ребенок заболевает корью или взрослый, то здесь уже совсем другое. Один из тысяч заболевших – это летальный исход от коревого энцефалита. То же самое и касается коклюша, состав которой входит вакцина КДС. При заболевании коклюшом мы можем отмечать вот такие статистические цифры, когда из 100 заболевших деток 6 пациентов переносят пневмонию. То есть это статистические данные, которые уже отработаны, которые выверены, которые действительно имеют место быть в нашей жизни. Поэтому нужно об этом помнить и не поддаваться антивакцинальным компаниям, движениям, потому что достижение вакцинопрофилактики невозможно сравнить ни с одним достижением вообще медицины. То есть это наиболее показательно и наиболее эффективно. Это спасение миллионов жизней. И поэтому вот сейчас, мне кажется, что нужно, особенно в летний период, уделять особое внимание и медицинским работникам, и родителям тщательно следить за календарем профилактических прививок. Потому что вот эти инфекции, которые я назвала, в частности, которых я лично считаю, что действительно есть такая летний период опасности по вот этим инфекциям. В то же время и паратит. В любое время может быть вспышка паратита. Мы тоже приводим такие цифры, что, например, если паратитом переболевает ребенок в юношеском возрасте, то 1-4 причин мужского бесплодия – это перенесенная в юношеском возрасте инфекция паратитная. Это та же прививка КПК, курь паратит красного, от которой мы прививаем дважды. И обязательно у ребенка до 6 лет, к 6 годам должно быть уже 2 прививочки, потому что одна прививка, которую мы проводим деткам в год, она не дает полной защиты. Обязательно нужно дать бустерную или усиливающую, или ревакцинирующую дозу. Вот так мы это называем. И ребенок тогда у нас защищен, и очень мало шансов заболеть этой инфекцией. Небрежности в иммунопрофилактике быть не должно. Это аксиома. Как насчет летнего периода? Ведь бытует мнение, что жара, повышенная температура – это факторы, не способствующие нашему организму благополучно побороть вводимый препарат. Ну, скажем так, это один из мифов вакцинации. Потому что ни жара, ни холод, ни даже и вспышка эпидемии не являются противопоказаниями для проведения вакцинопрофилактики. Ну, простой пример. Ведь мы, еще раз говорю, что мы, когда проводим прививку, мы вводим чужеродный антиген. Точно так же мы с вами, когда мы больны и вышли на улицу, мы сталкиваемся еще с другими микроорганизмами. И наш организм способен воспринимать большое количество разнообразных антигенов. Иммунная система отвечает сразу на множество антигенов. Поэтому бояться не нужно ни жары, ни холода, ни мороза, ни эпидемии. Жаркая погода. Ну, скажем так, мы привыкли, мы растем, мы живем при этой температуре. У нас нет таких аномальных температур. Поэтому, конечно, ни в коем случае медицинским отводом, либо предубеждением родителей это не должно быть. Мы вакцинируем деток по календарю, по возрасту, невзирая на жару или на холод, или на другие какие-либо причины. А чем современные вакцины отличаются от вакцин предыдущих поколений? Вакцины, в общем-то, постоянно, постоянно претерпевают изменения. Вообще, я хочу сказать, что иногда удивляются, когда узнают стоимость вакцины, себестоимость вакцины я имею в виду. Я не имею в виду платную вакцину, я имею в виду себестоимость производства вакцин. Люди удивляются, почему это такие большие цифры. Дело в том, что сам процесс производства вакцин, ведь представьте себе, какие гениальные умы, какие люди это все разрабатывали. И просто даже, вот я сама даже думаю иногда об этом, как это все сложно, насколько нужно разбираться во многих науках, и в биологии, и биохимии, микробиологии, и иммунологии, чтобы создать эти вакцины. А вакцины, конечно, уже улучшены, и многие из них, из этих вакцин, ацеллюлярные. Ацеллюлярные – это новое поколение вакцин, которое предполагает, что из микроорганизма выделены особо ректогенные части. Это оболочка микроорганизма, и эта оболочка отделена уже от внутренности, и имеются только антигены. А, например, вакцина от гепатита В, она вообще уникальна. Хотя многие мои пациенты иногда высказывают, что вот мы боимся, мы не хотим прививаться от гепатита В. На самом деле вакцина от гепатита В – это всего-навсего один чужеродный антиген. Он один, HBS-антиген, и больше там ничего нет. Это только один антиген, то есть ничего лишнего в содержимом вакцине нет. Выращивается она на пекарских дрожжах, и противопоказания может быть только одно, что непереносимо с пекарских дрожжей. То есть, я считаю, что гениально налажено производство, и в том числе эта вакцина производится и в Российской Федерации. Поэтому я хочу сказать, что качество и безопасность присутствуют, и контроль за производством, и контроль за доставкой, и холодовая цепь – это все элементы вот этой вот цепочки вакцинации. Ну, как же сохранить или развить крепкий иммунитет, и есть ли правила, которые способствуют поддержанию иммунитета на должном уровне? Вот, конечно, вопрос этот такой, с двух сторон нужно рассматривать. С одной стороны, это ведение здорового образа жизни, и никто не отменял закаливание. Закаливание – это укрепляет неспецифический иммунитет. Неспецифический иммунитет – это факторы такие, скажем, такие, как комплимент, цитокиновые факторы. То есть это то, что наша часть врожденного иммунитета, с чем мы родились, с чем мы пришли в этот мир. Его неспецифическую реактивность, неспецифический иммунитет мы укрепляем и здоровым образом питания, и здоровым образом жизни вообще. То есть родители, мы рекомендуем родителям не курить в присутствии ребенка. Вот эти простые правила. И простые правила, которые мы помним, всегда должны соблюдать – это мытье рук. Это тоже остается как бы в нашем быту основным – мытье рук, отсутствие курения. Здоровое питание и здоровый образ жизни. Ну что ж, время нашей передачи «Стекло». Благодарю за компетентные комментарии и желаем никому не болеть. Лучше всего оставаться здоровыми. Напоминаю, это была программа «В контексте». Говорили об иммунопрофилактике в летний оздоровительный период. Эфир же телеканала продолжается. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин